Какой самый неудобный вопрос вы можете кому-то задать? Эй, может поговорим о вашей истории браузера? Почему у тебя нет детей? У меня был выкидыш. А мой сын супер-пупер-чудо. Такие вопросы худшие. Моя подруга вынуждена постоянно отвечать на их, потому что она давно замужем, и тупые придурки не знают, что она прошла через много душераздирающих сеансов ЭКО, и ей нечего показать им. Где мои объятия? После работы в пятницу я попрощался с одной из моих подруг и обнял её. К нам подошёл парень по имени Брэд. Эй, а где мои объятия? Так что я крепко обнял его, как медведь. Так что мои руки обхватили его по бокам, сжались за спиной, и я поднял его над землёй. Вот твои объятия, Брэд. Мой друг сказал, что после этого он не стал больше ни у кого просить объятий. Я готов поспорить, что если я скажу Брэду, Эй, Брэд, я бы тебя обнял, дружище, с распростёртыми руками, он бы кинул на меня взгляд непонимания, типа, Фу, блин. Да, Брэд, вот как ты заставляешь всех вокруг чувствовать себя. У тебя есть сводная сестра? Где наша зубная щётка? Мы с мужем невольно использовали одну и ту же зубную щётку в течение неопределённого периода времени. Я не замечала этого, пока однажды ночью я не пошла чистить зубы, и моя щётка была мокрой. В то время у нас были разные режимы. Язык этого человека был у меня во рту и в других местах. Но это меня не раздражает не так сильно, как идея совместного использования устройства, предназначенного для соскабливания бактерий и разлагающихся остатков пищи с зубов человека. Это слишком для меня. Мы оба до сих пор клянёмся, что виноваты в этом не мы. Но теперь мы храним наши зубные щётки в разных местах. Почему меня не пригласили? Когда мне было 20 лет, у меня произошла эта история. У моей мамы была полноценная свадьба. Я тогда жил с ней. Все знали, что она выходит замуж, кроме меня. Единственного человека, который всё делал для неё, кроме моего отчима. Я буквально заплатил больше, чем половину счетов за наш дом, когда жил с ней. Мои пять других братьев и сестёр знали. Даже собака знала. Он был в чёртовом костюмчике. Я буквально вышел из спальни в своей рабочей униформе и увидел маму, выходящую в свадебном платье, и множество членов семьи, одетых в официальную одежду. Её оправдание звучало как «Ну ты же всегда работаешь». Это заставляет меня срываться на эмоции и злость каждый раз, когда я вспоминаю. Почему ты такой тихоня? Это заставляет мою кровь закипать. Я довольно тихий человек в социальных сетях, и мне задавали этот вопрос несколько раз. Это заставляет вас и, к тому же, окружающих вас людей, чувствовать себя неловко. Типа, пусть люди молчат, если хотят. Не все такие социальные бабочки. Однажды, когда я ещё учился в колледже, при первой встрече с родителями моей тогдашней девушки, её отец приветствовал меня рукопожатием. Ничего странного в этом нет. Но затем, встряхивая мою руку, он сказал, «Значит, это ты, парень, который спит с моей дочерью?» Я просто потерял дар речи. Он не имел в виду ничего угрожающего, и не хотел показать себя альфой, и в тот момент это было совершенно ясно. Моя девушка предупредила меня, что он любит немного пошутить. Я также знал, что они были очень открыты, когда дело доходило до обсуждения настолько близких отношений. Ещё до встречи с ним я знал, что её отец знал, что мы спим друг с другом, и что это не нужно было держать в секрете. Я просто не ожидал, что меня поприветствуют такими словами в первый момент знакомства. Врач на глазах у родителей. Вы ведёте половую жизнь? Помню, когда я был первокурсником, родители повели меня к медицинскому консультанту колледжа. Она пыталась понять, какая школа мне нравится, поэтому она спросила меня, «Что же, ты употребляешь алкоголь?» Я сказал «нет», и это была чистая правда. Даже если бы было наоборот, чего они ожидали. «Боже, Синди, знаешь что?» «Да, ух, мне не терпится выбраться отсюда и улизнуть в какой-нибудь бар к горячему Джеку Дэниелсу». Я не уверен, что это считается, но это то, когда кто-то спрашивает вас, «Эй, можешь пересесть с этого сидения, чтобы я мог сесть рядом с моим другом?» Особенно, если вы думали, что человек, спрашивающий вас, был вашим лучшим другом. Почему все так тебя ненавидят? Я так ненавижу этот вопрос. Я жил в маленьком городке, где все знали каждого. В старшей школе мне было тяжело. Я не знала, как себя вести, и вскоре стала козлом отпущения для всех школьных хулиганов и объектом разного рода слухов. Как только мы перешли в старший класс, люди немного повзрослели и стали относиться ко мне лучше. Внезапно у меня появилось много друзей, и все они спрашивали, «Почему все тебя ненавидят?» «Ты же не такая, как они говорят». Это было неловко, потому что большинство этих людей и были теми, кто распространял слухи и издевались надо мной. Разве вы не беременны? У меня были знакомые, которые спрашивали, как мой сын погиб несколько месяцев. По какой причине, я не знаю. Я только что потеряла его в октябре из-за отслойки плаценты. Я забеременела практически сразу после этого, потому что я просто была вне себя, и люди больше интересовались моим мертвым ребенком, чем чем-либо другим. Кроме того, никогда не говорите людям, что их ребенок умер по воле Бога или какой-либо другой вариант в поговорке «Это было к лучшему». Это должно было случиться, потому что это, черт возьми, не так. Порядочные люди так не говорят. Мы с тобой все еще лучшие друзья? Или что еще хуже? Кто твой лучший друг? Однажды незнакомец сказал мне, «Я видел это». И я ответил, «Что видел? Вы пялились на эту девушку». Честно говоря, я понятия не имел, о чем он говорил, потому что я серьезно ни на кого не пялился. Но он продолжал настаивать на том, что это было так, и что я должен прекратить отрицать это. Тому человеку было около 40. В чем, черт возьми, была его проблема? Это чертовски смутило меня. Какого цвета на тебе сейчас нижнее белье? Ты сегодня вымылся как следует? У моей тети, которая страдала синдромом Дауна и искренне восхитительно вкладывалась в жизни всех своих близких, было два вопроса, которые она задавала каждому на регулярной основе. «Как твоя жена?» И «Ты подмылся?» Имейте в виду, она задавала эти вопросы независимо от возраста, пола или ситуации и всегда с большой любовью. Она была так прекрасна и было так весело, когда она задавала эти вопросы в общественном месте, полном ничего не подозревающих незнакомцев. «Если ты пойдешь со мной наперекур прямо сейчас, только ты и я, тебе будет все равно или ты настучишь на меня?» Это был вопрос моего старого босса в продуктовом магазине. Он просто предложил мне разделить с ним пару рюмок крепкого, потому что это был канун Нового года и магазин почти закрывался. Но эта фраза... По шкале от 1 до 10 насколько вы красивы? Это плохо, потому что если вы поставите себе высокую оценку, вас будут считать эгоистом, а если поставите себе низкую оценку, будут считать, что вы не уверены в себе или что вы просто хотите комплиментов. Расскажите немного о себе. У меня есть проблема. Всякий раз, когда меня спрашивают о моей любимой книге, фильме, группе и об остальном, я не могу вспомнить ни одной вещи, которую я когда-либо видел или слышал. То же самое, если бы мне пришлось петь в караоке, что является редкостью, в любом случае. Мне пришлось бы сохранить список песен, которые я на самом деле знаю, в телефонных заметках, чтобы я не листал сборник песен в нарастающем беспокойстве. Нам нужно поговорить, особенно когда это произносится во время разговора. Однажды я увидел в клубе старую школьную знакомую. В старших классах она всегда была очень худой, но в эту ночь у нее был очень выраженный живот. Я предположил, что поскольку она всегда была худой и выросла только в животе, она была беременна. Но это было не так. Если вы хотите, чтобы я рассказал всю историю, я не могу точно вспомнить, как я ее спросил, но она ответила, полусмеясь, что она не беременна. Я, подумав, что она пошутила, ответил, ну, значит, это просто плотный обед и похлопал по ее животу. Затем я засмеялся и ушел. Моя двоюродная сестра позже рассказала мне, что я сделал и сообщила, что у нее был годовалый ребенок и она просто не сбросила вес после беременности. Я больше никогда этого не сделаю. Я медбрат на скорой помощи. Я всегда задаю пациенткам неловкие вопросы, особенно если они молоды. Ведете ли вы половую жизнь? У вас есть за ППП? Врач попросила меня выписать 16-летнюю пациентку с выделениями из влагалища и рассказать ей, как следует очищать себя и принимать лекарства. Я отказал ей, вы действительно хотите, чтобы парень сказал молодой девушке, как мыться и не вести половую жизнь в течение трех месяцев без лекарств? Она согласилась и сделала это сама. Спрашивать небеременную женщину, на каком она сейчас сроке. Это случилось с моей подругой, с которой я работала. И она и я набрали приличный вес из-за слишком чистого обеда вне дома и тяжелой работы. Однако, она была замужем, а я нет. Мы оба пили кофе на кухне, когда подошла другая наша коллега и совершенно невинно поздравила ее с беременностью. Моя подруга неловко отшутилась и сказала, что не беременна. Как только коллега ушла, она заплакала. В тот день она ушла домой очень рано. Этот единственный вопрос изменил все. Она больше не ела на глазах у других, стала тихой и все остальное время, когда мы работали вместе, одевалась на работу по-другому. Когда ты уже выйдешь замуж и родишь детей. Особенно неловко, когда кто-то спрашивает об этом у вас и у вашего хорошего друга противоположного пола. Не всякая дружба, это романтическая комедия, которая ждет своего часа. Иногда между людьми происходит платоническая химия. Задавать однополой паре вопрос «Кто у вас в паре мальчик, а кто девочка?» Это зависит от человека. Но для многих женщин неловким вопросом будет «Так когда вы, ребята, собираетесь завести ребенка?» Один мой знакомый неоднократно задавал этот вопрос в то время, когда я боролась с бесплодием. Мои расплывчатые ответы и смена темы совершенно не волновали его. Для меня это было болезненно и неловко. Я определенно не хотел обсуждать с ним это, поскольку я не сомневалась, что он был полон полезных предложений. Если у кого-то нет детей, он либо не хочет их сейчас, либо вообще никогда не хотел, либо действительно хочет ребенка, и у него возникают проблемы с рождением или зачатием. Это ужасный вопрос. Где ты купил эти часы, пока вы стоите рядом с кем-то у писсуара? Нет, откуда ты на самом деле? Однажды меня спросили об этом, когда я приехал на свадьбу в Висконсин. Я азиат, и когда я сказал, что я из Калифорнии, мне задали именно этот вопрос. Я просто смотрел на них, не отвечая, покачал головой и ушел прочь. Не думаю, что снова увижу этого случайного незнакомца из аэропорта. Я рассказывал кому-то о разных хороших новостях, которые мне недавно сообщили. И меня стали поздравлять, но кто-то услышал только последнюю часть и сразу бросился к нам со словами «Подожди, ты беременна?» перед кучей других людей. Никогда не спрашивайте женщину, беременна ли она. Подождите, пока она сама вам не расскажет. В противном случае вы можете сделать обстановку супер-неловкой, если она беременна, но не готова никому рассказать или если она пытается, но еще не достигла успеха и все такое.